Надеемся присоединиться к Юрию Анатольевичу Снажанову. Надо сказать, что он уже здесь. Вот такая вот неловкость. Добрый день, друзья. Главный тренер Спартака Владимир Григорьевич Кедотов. Краткий комментарий. Если говорить об игре, то два совершенно разных тайма. Первый тайм мы в чистую проиграли. По всем показателям, как и не уберите. В перерыв перестроились. Надо сказать, что второй тайм не забили, и могли забить, и могли выиграть эту игру. Но честно сказать, радости даже от выигрыша, если бы он был, то у меня не было. Потому что команда на сегодняшний день все же выглядит не так, как она должна играть. Я уже говорил, что трудности заключаются в том, что у нас практически не было попытательных периодов. Так, был игровой период. Это и подряд первого канала, и второго Куба Бунифа, где вклинилось еще две игры на Кубу. Практически чемпионат мы, как на состоители, когда я говорил, были недельные циклы. Но у нас в неделе циклов не получилось, потому что у нас в неделе циклов все время были игры на 1-4, 1-2. Поэтому команда, как для сегодняшний день, выглядит неровно. Нестабильно. Да, нестабильно. Плюс к тому, что выпадает очень большая группа игроков, притом ведущих игроков. Поэтому приходится подрисовать состав, искать какие-то варианты для того, чтобы улучшить игру. Я не просто так вообще боролся за то, что с самого прошлого еще года, за то, чтобы составили правильный календарь, профессионально. Все беды у нас идут от этого календаря, потому что составляют люди совершенно далекие от футбола. Если мы хотим играть на европейском уровне, то мы должны и подстраиваться под этот европейский уровень. Ну пусть там, как он будет называться, весна-осень или восемь весна. Но дело в том, что два подготовительных периода должно быть. Ну что же нам сейчас сделали? Опять, плюс к тому, что перенесли с Ростовом игру и сократили вообще, всего-то было только две недели. И все это еще меньше сделали. Вы понимаете, нужен до второй задачи. Потому что на сегодняшний день Павличенко пропустил два с половиной месяца. И все же ему трудновато от мамы играть там. Поэтому я буду с ним для того, чтобы немножко отвлечь от него защитника. Ну, это вопрос и психологии, и настроя на игру. Меня это очень беспокоило. Я об этом говорил и на установке, и перед игрой. Но есть еще противник, который не дает выполнять то задание, которое перед ладиной. Надо сказать, что противник достаточно, ну, правильно, грамотно построил против 20-й год. У них очень веселенькая середина поля. Они хорошо держат мяч. Они завладели этим мячом. А мы, к сожалению, наши особенно, все четыре полузащитники, они в первом тайне чисто провалили игру. Потому что мяч не держался, очень много было брака. Остроты совсем никакой не было. Стандарты не шли. Сколько у нас с левой стороны подавали, и вместо того, чтобы перебросить, кажется, в команде, которая занимает высокое место в таблице. Мы все внизу туда стреляем. Мы расстраивались на первый тайм прессинговать. Как показала игра, прессинговал Спартак мальчик. Они владели инициативой, они владели ничего. Если даже на статистику возьмем игры первого тайма, то там соотношение. Думаю, что шестьдесят на сорок. Шестьдесят в Спартак мальчика. Сорок. Да, да, да. Сорок. Все нам видно было. Ну, что касается Моцарта, я ожидал его больше. Он должен был играть в позиции ближе к атаке. К сожалению, сегодняшнее его состояние не позволяет ему играть на то уровне, как он играл в прошлом пятом. Еще раз. Вышли. Да, да. Вадим Евгеньевич, оцените игру, пожалуйста, критикосами. На кого для первого номера форматской сборки пропускать в среднем по два-три мяча за игру? Ну, а какие мячи он пропустил из-за своих решений? Он еще выворачивал в игру. Нормальный мяч, нормальный. Да. Ну что, второй мяч его расстреляли. Вопросов нет, спасибо. Удачи.